Вот так вот каждый, каждый, каждый цветочек, каждый лепесточек, вот этот живой цветок фолейнопсиса, всё это сюда только приклеено. Лариса Лёна Ржевская работает над очередным шедевром. Подобную работу она демонстрировала и на чемпионате навыки мудрых в Москве. Взяла золотую медаль. За два часа мастеры живых цветов и проволоки собирают украшения для невесты по новой моде, заменяющие букет. Признаётся, в конкурсе такого масштаба участвует впервые на тобой незабываемый опыт, да и конкуренты подобрались достойные. Аппетит приходит во время еды, поэтому когда я увидела достойных соперников, когда увидела работы, которые они там показывали, понятно, что уже понарастаешь и пошло, да, быстрее, выше, сильнее. А тут во флористике быстрее, качественнее, красивее надо было сделать все свои работы. В своём цветочном магазине Алена Ржевская делает сама на заказ подарочной композиции, сувениры, эки, бан из природных материалов. А также учит всех желающих при мудрости флористики и уже успела выпустить группу из 18 человек, которые обратились за переобучением в агентство труда и занятости. Учиться никогда не поздно, даже если вам за 50 можно найти занятия, близкое по духу и получать за это деньги. Главное, чтобы удовольствие приносило. Получить новую профессию может любой человек, несмотря на возраст. По словам организаторов конкурса «Навыки мудрых», люди старшего возраста более конкурентоспособны и заинтересованы в обучении. Эксперты работают с гражданами и работодателем, исходя из их пожеланий. И уже в эту пятницу, 28 сентября, в Красноярске придёт большая ярмарка вакансий. Там можно будет получить консультацию специалистов, познакомиться с услугами службы занятости и подобрать себе вакансию. Граждане данной категории, они, конечно, имеют опыт работы, они более дисциплинированы, они более ответственные. Поэтому работодатели охотно принимают эту категорию. Работодатели сегодня говорят о том, что если гражданин любого возраста, допустим, в том числе предпенсиона, будет к ним приходить уже со свидетельством, которое соответствует его специальности, то они, конечно, в первую очередь берут те, которые соответствуют сегодня квалификации, опыту работы. Ну и к тому же прийти с вдохновением. Вдруг кто-то тоже решит проявить себя и показать, на что способен. Ну и кто знает, может быть, поехать на следующий национальный чемпионат «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills. По словам специалистов, главная цель таких соревнований – продемонстрировать профессиональное долголетие, желание и способность работать с удовольствием в возрасте 50+. Диана Хатяшвилев, Селот Никитин, Енисей, Новости.